Привет, родные! В эфире новости Родины и я, Артём Гурев, с обзором главных событий за прошедшую неделю. Блестящий старт летнего первенства удался команде 2010 года рождения. Калай Сергея Козлова и Егора Кирченко обеспечили подопечным Александра Иванцова победу над Локомотивом 2-0. Первый тур продолжится в воскресенье, где против железнодорожников сыграли команды с 2011 по 2014 год рождения. Результаты матчей на ваших экранах. Старшие представители Академии в Сокольниках провели матчи пятого тура юношеской футбольной лиги против Акрон Академии Коноплёва. Команда 2009 года рождения достигла четырехматчевой беспроигрышной серии, но, правда, победить опять не удалось. Гол Глеба Богомолова принес ничью 1-1. С антетичным результатом и счетом завершился матч команды 2008 года рождения. Итоговый 1-1 зафиксировал Родион Керченков, отметив дебютный матч ЮФЛ с забитым голом. Гол Сергея Павлова оказался единственным для родных в матче команды 2007 года рождения, где Акрон оказался сильнее 3-1. Тема результативных дебютов на этот раз уже в профессиональном футболе продолжилась матчем Родина М во второй лиге дивизиона Б. В первом тайме гостевого поединка против Чертанова отличился капитан Александр Бурков. А под занавес встречи Михаил Сапуштанов спустя три минуты после выхода на замену первым же касанием принес команде ничью 2-2. Таким образом, для воспитанника нашей академии дебют оказался двойным. Двойка в золоте не заметила сопротивления Мурома. В составе команды Александр Локтионов с забитыми мячами отметились Максим Данилин, Данил Ишилов, Матвей Бурлаков, Валерий Саламаха и Никита Голдобин, гол в пенальти которого подвел черту под разгромом соперника 5-2. Главная команда в 27-м туре МЛБ от первой лиги одержала домашнюю победу над Ленинградцем 2-0. Дубль оформил Остемир Гордюшенко. В ближайшую пятницу подопечный Франко Артиги на Сапсан-арене примут прямого конкурента за выход в премьер-лигу подмосковные Химки. Двойка и Молодежка сыграют против Чайки и Динамо из Санкт-Петербурга. Игры пройдут в субботу и воскресенье на Спартаковце. Младшие представители Академии на выезде сыграют против Динамо. Со старшие ЮФЛ проведут домашний тур с ССК. Матчи состоятся 20 апреля в Сокольниках. Ваша поддержка очень нужна нашим командам. Будьте вместе с родными. А это были новости Родины. Увидимся через неделю. До скорых встреч.